Когда мы говорим о жертвах коронавируса, мы говорим о тех кто погиб от коронавирусов. Это не так. У нас на самом деле все жертвы коронавируса и зеленая корзина тоже жертвы коронавирусом, просто есть некий спектр. И вот в этом спектре у нас есть такие части у этого спектра, которые не погибли, но их жизнь сильно ухудшилась. То есть человек работал, больше не может работать. А почему не может работать? Ну не потому, что его признали нетрудоспособным, а потому что у него офис, ну он пожилой уже человек, но у него офис на третьем этаже находится. Как у нас часто в Америке бывает, на третий этаж лифт не ездит. И он туда ходил пешком на третий этаж, никогда проблем для него не составлял. А теперь составляет. И вот он походил на третий этаж пешком два месяца, а на третий он понял, что он на работе больше не хочет и перестал. Ну потому что он может на пенсию реально выйти. Мы потеряли работника. И вот такое, помноженное на миллион, это та ситуация, которую мы сейчас имеем вообще в США. Потому что у нас большие проблемы на рынке труда, связанные с тем, что у нас длительное после ковидное состояние у очень многих людей. Реально. И вот это вот наш настоящий враг. После ковидное состояние, которое касается всех. Тех, кто переболел тоже, а не только тех, кто, к сожалению, от коронавируса погиб. Потому что в среднем каждый, кто переболел коронавирусом, насколько это снизился. То есть метаболизм там упал, функционер нервной системы упал и так далее. У некоторых из нас, кто помоложе, кто поздоровее, ресурс большой. То есть мы на самом деле это падение не заметили. Просто наш ресурс снизился. А что это значит, когда наш ресурс снижается? Ну, это как представьте себе, вот сколько у вас денег в кошельке. Ну, каждый знает, сколько у него в кошельке наличных денег. Ну, согласитесь, что иметь там тысячу долларов в кошельке лучше, чем сто. А сто лучше, чем десять. Десять лучше, чем один. Каждый понимает, да? Это просто резерв, ресурс. Ну, то есть если вам потребуется потратить 20 долларов срочно, то если у вас в кошельке тысячи, это легко сделать. А если в кошельке 50, это уже почти наполовину снижает ваш ресурс. А если у вас в кошельке был один, то вот вы оказались на мели. Нужно было срочно 20 долларов, а их нет. То есть, видите, здесь важно, с чего мы начали, с какой исходной точки мы начали. И для многих людей это просто снижение ресурса. А если ресурс снизился и закончился, то здесь уже идут невозможности полного восстановления и снижение, собственно, наших возможностей для нормальной жизни. То есть остаются какие-то послековидные симптомы. У кого-то тахикардия, у кого-то тревожность. Тревожность – это физиологический симптом. Если у вас тревожность, это не просто она у вас в голове, да? А это реальный физиологический процесс, который затрагивает клетки вашего головного мозга, вашу нервную систему, отражение этих процессов. То есть ни в коем случае нельзя это сбрасывать, заметать под коврик. С этим обязательно нужно со всем разбираться. Неврологические проблемы у людей бывают. Бывают проблемы, связанные с травмообразованием. Ну, по крайней мере, мы хоть знаем, как с этим бороться, потому что есть кроворазжижающие препараты. Они сейчас выписываются людям на ковиде и на постковиде. Хотя в России они выписываются больше, чем в США. У нас подавляющее большинство людей, которые получили амбулаторное лечение по поводу коронавируса, не попадают на какой-то фоллоуап, где проводятся детальные обследования их здоровья. Почему так получается? По ряду причин. Ну, потому что у нас таким образом устроено здравоохранение, и инициатива людей тоже, конечно, имеет значение. Потому что не все знают, что нужно пойти и пройти обследование специалистов, после того, как вы переболели коронавирусом. Вот таких вещей, к сожалению, очень много.